МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный спонсор программы. Клиника современной стоматологии. Ваш выбор. Телефон 47 0040. В эфире новости экономики. Здравствуйте. С вами Валентина Сливко. Сегодня в нашей программе. Сигареты предложили заворачивать в низковоспламеняющуюся бумагу. Микрофинансовые организации ограничили в аппетитах. При Амуре требуются работники строительных специальностей. Центробанк России установил официальный курс доллара на уровне 64 рублей 17 копеек. Это на 2 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро тоже повысился, но на 0,73 копейки и составил 72 рубля 78 копеек. Курс юаня вырос до 9 рублей 75 копеек, прибавив за сутки 4 копейки. Проценты по микрозаймам ограничили. Если он выдан на год, то сумма на численных процентов не может превышать трехкратного размера самого займа. Такой закон приняли в Госдуме. Это и другие нормы будут действовать для договоров, заключенных с 1 января 2017 года. Среди других ужесточений, например, то, что если при выплате займа возникнет просрочка платежа, то микрофинансовые организации могут начислять штрафные проценты только на непогашенную часть суммы основного долга и только до того момента, когда будет достигнут общий размер процентов, равный двукратной сумме непогашенной части кредита. Также микрофинансовые организации не смогут начислять проценты с момента достижения их размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа до момента частичного погашения суммы займа или уплаты причитающихся процентов. Очередные санкции для курильщиков. Производители сигарет в России могут обязательно использовать специальную низковоспламеняющуюся бумагу. Это дополнительно снизит количество пожаров, которые нередко вспыхивают из-за непотушенного окурка. Кроме того, предполагается повысить акцизы на табачные изделия. В проекте Минздрава есть новые меры. Например, введение требования пониженной воспламеняемости сигарет, а также повышение акцизов на табачные изделия. Также продолжается корректировка антитабачного законодательства. Сейчас Минздрав разрабатывает новую концепцию по противодействию распространению табака. Предполагается ограничить места, где можно курить кальяны и электронные сигареты, а также сократить список площадок, где разрешено дымить обычными сигаретами. Реализация фиктивных антитабачных мер в России позволила снизить распространенность курения табака на 25% с 41% в 2009 году до 31% в 2016. С 2004 по 2015 годы распространенность курения табака среди несовершеннолетних снизилась более чем в три раза, утверждают в Минздраве. В России заработает реестр поставщиков малого бизнеса. Российские предприниматели по-прежнему нуждаются в доступе к дешевым деньгам, сокращению административных барьеров и надзорного бремени. Решить проблему планируется с помощью электронного реестра поставщиков малого и среднего бизнеса, который начнет действовать с 1 августа 2016 года. Разместив там информацию о себе и указав виды продукции, предприниматели смогут получить специальные предложения для участия в торгах и конкурсах. Госдума отменила регистрацию беспилотников массой менее 30 килограммов. Соответствующий правительственный законопроект принят во втором и третьем чтениях. Изменения, принятые для Воздушного кодекса, освобождают от госрегистрации беспилотные авиационные системы и их элементы, включающие беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее. Ранее, в 2015 году, парламент ввел регистрацию и сертификацию для всех беспилотников тяжелее 250 граммов. Изменения были также закреплены в Воздушном кодексе. Теперь же россиянам не потребуется госрегистрация, сертификат летной годности и свидетельство авиаперсонала гражданской авиации. Беспилотники массой более 30 килограммов в соответствии с новым законом должны проходить сертификацию согласно федеральным авиационным правилам. Почти 10 тысяч вакансий за последние полгода предложили работодатели Центру занятости населения. Из них более 7700 – это рабочие специальности. Самая популярная сфера – строительная. Каменщик, подсобный рабочий, штукатур – среди заявленных рабочих профессий на эти самый высокий спрос в строительной сфере. Основными причинами незаполнения вышеперечисленных вакансий являются высокий спрос и низкое предложение рабочей силы, снижение качества рабочей силы, нежелание российских граждан переезжать для работы в другую местность, невысокая оплата труда. Также отмечен спрос на таких специалистов, как торговый агент, врач. В конце мая 2016 года свободных рабочих мест было около 6800. Наибольшим спросом пользовались рабочие профессии. На их долю приходилось чуть более 70% от общего количества вакансий. На предприятия государственной и муниципальной форм собственности – 28,5% заявленных вакансий. Большинство свободных мест, заявленных работодателями в Центрах занятости населения, приходилось на организации строительной сферы – 32,5%, сельское хозяйство – 15,6% и торговли – 10,5%. И на сегодня это все. Желаем вам финансового достатка, отличного настроения. Будьте с Альфа-каналом. До новых встреч! Генеральный спонсор программы – клиника современной стоматологии. Ваш выбор. Телефон 47 0040. Неужели ты ничего не помнишь? Почему? Помню. Пришел. Уснул. Очнулся. Зуб. И все. И все. Имплантация во сне. Клиника современной стоматологии. Ваш выбор.